Дольщики В настоящее время в Красноярске 12 домов имеют статус проблемных В стадии банкротства находятся 5 компаний-застройщиков Зао Крит-М, 2 малоэтажных дома в поселке Солонцы ООО Хорс, многоквартирный дом в Октябрьском районе ООО Вектор Плюс, многоквартирный дом в Советском районе И два крупнейших банкрота Сипстол, недостроивший 2 дома И стройтехника, оставившая 6 домов в стадии строительства Сейчас ситуация в городе Красноярске такова, что У нас основную массу проблемных объектов Составляют объекты стройтехники Для того, чтобы завершить их строительство Необходимо создать ЖСК После ряда собраний, на которые исправно являлись Практически все обманутые стройтехникой дольщики А это порядка тысячи человек Было принято решение о создании Жилищно-строительного кооператива Объединения дольщиков, которые смогут вести строительство Дальше собственными силами Но после того, как решение о передаче объектов строительства В руки ЖСК было отклонено арбитражным судом Отчаявшиеся люди вышли на митинг Если, допустим, в срок до 26 ноября Не будут приняты какие-то меры Которые мы изложили в своих требованиях И письменно будут направлены То мы продолжим акции протеста В органах надзора за долевым строительством Уверяют, то, что стройка стоит на месте Не значит, что меры для решения проблемы не принимаются Сейчас главная задача Устранить нарушения, из-за которых Арбитражный суд отклонил ходатайство Таких загвоздки всего две И они активно решаются координационным советом Первая – это отсутствие кворума при создании ЖСК Вторая – обманутых дольщиков больше, чем Запланированных строительству квартир Эти проблемы могут быть устранены до конца текущего года После этого, я думаю, что уже в этом году Арбитражный управляющий обязан, на всяком случае Обратиться в арбитражный суд с таковым ходатайством Чтобы все эти объекты были переданы В созданный в жилищно-строительный кооператив Дольщикам не остается ничего, как ждать Несмотря на то, что ждут они своих квартир уже 6 лет Другая скандально известная фирма Руководитель которой был привлечен к уголовной ответственности Это Сипстоун Арбитражный суд обязал конкурсного управляющего Организовать собрание участников строительства Где будет рассматриваться вопрос о передаче строительства В руки ЖСК Уже проведена оценка рыночной стоимости Недвижимого имущества застройщика Выполнено техническое обследование несущих конструкций И инвентаризация незавершенных строительством Жилых домов Определен размер средств, необходимых на достройку объектов Продлены договоры аренды земельных участков После этого уже будет подано ходатайство И суд должен будет определить судьбу участников строительства ЗАУ Сипстоун Для оценки прогноза развития ситуации в области долевого строительства Службой строительного надзора осуществляется сбор накопления И анализ информации на основании постоянного мониторинга В области долевого строительства Также ведется единая информационная система учета сведений о застройщиках И строящихся на территории Красноярского края многоквартирных домов Помимо этого, любой гражданин, желающий получить информацию о долевом строительстве Может позвонить по телефону 212 50 34